Психологи утверждают, эти личности имеют сильный волевой характер и незаурядный творческий потенциал. По большей части у них задействовано правое полушарие мозга. Этим и объясняется креативность и желание создавать. Олег Поломеев уже четверть века монтирует видео. Впрочем, пришел в профессию, скорее, случайно, рассказывает Олег. А вот в детстве быть левшой было удобно. Помогало. Особливо в детстве, в молодости, в драках и в игре в настольный теннис. Сейчас люди думают, что я буду бить правый, а я бил левый, например. Точно так же и в футболе. Единственная проблема со здоровьем была, врачи все время норовили ставить уколы в левую руку. А когда я говорил, что она у меня рабочая, они переходили на правую. Еще совсем недавно в школах было принято переучивать левшей, так как леворукость считалась отклонением. Поэтому сегодня мир полон так называемых амбидекстеров. Людей, которые одинаково удобно используют как левую, так и правую руки. Врачи говорят, что способность все делать левой рукой передается по наследству. Давно доказано, что левши часто бывают одаренными и неординарно мыслящими личностями. Леворукими были Альберт Эйнштейн, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Сергей Рахманинов, Наполеон Бонапарт. Есть целая наука, которая называется нейропсихологией, которая как раз разделяет моменты формирования творческих способностей или каких-то математического склада ума. Да, считается, что это имеет отношение к полушарию, да, соответственно, доминирующим, так сказать, левым полушарием, соответственно, правши. Да, они действительно будут более, так сказать, математического склада ума. Но, опять же, это достаточно относительный процесс. Традиционно в День левши в России всем правшам предлагают почувствовать себя леворукими. Нарезать хлеб одной левой, напечатать послание на клавиатуре и расчесать волосы. Так сказать, посмотреть на жизнь под другим углом и понять, что это не всегда просто. Сегодня левши уже не чувствуют себя особенными в обществе, но так было не всегда. К примеру, в Японии с женщиной могли развестись, если ее ведущая рука – левая. В африканских племенах левшей считали отравителями и не подпускали к пище, а на Руси им не давали слова в суде. В 1976 году в США была организована Международная конфедерация левшей, которая выдвинула так называемый биль о левшах. Он гласит следующее. Каждому человеку должна быть обеспечена свобода выбора в использовании той руки, которая ему удобна. Товары для левшей должны быть в открытом доступе и по конкурентоспособным ценам. А мир адаптирован так, чтобы особенным людям не приходилось извиняться за то, какая рука у них действующая. Последней статьей этого билья отстало назначение Международного дня левши. В этот день о своих правах напоминают все левши мира. Мария Левина, Константин Головин. События.